Ой, русская душа! Раньше именно так под музыку и с размахом выходили на разные праздники и демонстрации. Сегодня от былого прошлого остались лишь воспоминания и эти экспонаты. Их краеведческий музей собирался с особым интересом. Что-то приносили сами горожане, а что-то у работников музея сохранилось еще со времен Советского Союза. Коллекция состоит из 400 разных вещей. От нумизматики и марок до предметов быта советского жителя. Своебразный привет из прошлого тем людям, которые успели застать времена Советского Союза. А с другой стороны это тоже привет из прошлого, но молодому поколению, которое знает о Советском Союзе, лишь со слов своих родителей, бабушек, дедушек, либо со страниц учебников истории. Выставка состоит из нескольких тематических локаций. Мир, труд и май. Побывать можно как в комнатке 80-х годов, так и на первомайской демонстрации, и даже в столярной мастерской. Данный станок ФПШ-5М использовался в Советском Союзе для производства столярных плотнических изделий. Окна, табуретки, ну и все, что требовалось для повседневной жизни. А сейчас я пришла в гости в одну из замечательных советских квартирок Галя Абои. Супер! Мы смотрим вот такой телевизор. Раньше по нему показывали только два телеканала, но у нас есть кабельное, и поэтому мы смотрим телеканал Толк. Также на выставке можно проверить свои знания с помощью интерактивной игры и отгадать одну из советских республик по историческим фактам. Эта республика имеет выход в Каспийское море. Родина знаменитого певца Муслима Магомаева. В советское время славилось своим печеньем курабье. Этот факт у нас относится к республике Азербайджан. И мы среди вот этих значков на магнитной основе находим у нас республику Азербайджан. Она у нас. Вот она. Только единицам удается ответить правильно на все вопросы. Победители получают маленький приз от музея. Кстати, выставку посетили уже около 300 человек. Среди них как представители ушедшей эпохи, так и молодое поколение. К слову, вход в этот зал, как и по тем меркам, стоит сущие копейки. 20 рублей для детей и льготников и 30 рублей для взрослых. Окунуться в ностальгическое прошлое можно будет до января следующего года. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толка.